Друзья, вы просили, я делаю. История под названием «Деревенская старуха», взятая из паблика «Страшные истории». Я давно не бывала в гостях у своей бабули. Всё время занималась сначала учёба, затем работа. А свободное от этих дел время я посвящала своей личной жизни. Поэтому о том, чтобы навестить свою любимую бабушку, как-то не думалось. И вот однажды, будучи в отпуске, я всё-таки надумала её проведать. Тем более на дворе было начало летнего сезона. Подумала, как раз родного человека навещу. Заодно и свежим воздухом подышу. Быстро собравшись и взяв билет, я отправилась в деревню, которая находилась в Сибири. О приезде я не сообщила, поэтому моя персона по предшествию стольких лет была для неё сюрпризом. Но сюрпризом радостным. Последний раз я тут бывала ещё будучи ребёнком. И то два раза. В основном она приезжала к нам в гости. Бабуля хорошенько попочивала меня вкусными блинами, с пылу с жару и горячим чаем. После мы немного поговорили о том, о сём. А так как дело уже шло к ночи, то бабуля отправилась спать. Перед этим постелив мне и сказав, чтобы особо не засиживалась. На что я ответила, что хочу немного прогуляться. И как всегда, бабуля не применула посоветовать. «Не поймёшь вас, молодёжь, магнитом что ли вас тянет на улицу ночью?» Немного покряхтев и поворчав, она всё-таки улеглась спать. Я же допив чай, вышла на улицу. Уличная прохлада позднего вечера обдала всё тело. И я съёжившись пошла бродить по посёлку, окунувшись в свои мысли. И, видимо, настолько ушла в эти мысли, что не заметила, как оказалось в конце улицы. Во многих деревнях на окраине стоят одна-две избы. И эта деревня не стала исключением. Также на окраине, ближе к лесу, стояла изба. Нет, она не была страшной или убогой. Но от неё веяло каким-то одиночеством и тоской. Было видно, что никто там не живёт. Так как весь внешний вид дома говорил об этом. Кое-где покатился забор. Одно окно было разбито, краска в кое-каких местах облупилась. Да и двор не кричал об ухоженности. Не знаю почему, но у меня вдруг появилось острое желание заглянуть в избу и посмотреть её внутренний вид. Открыв со страшным скрипом калитку, скрипы и шорохи меня не пугают уже давно, потому не особо обратил на это внимание. Я прошествовала дальше во двор. Когда подошла к дому, с удивлением обнаружила, что дом не закрыт на замок. Толкнув дверь вперёд, я оказалась внутри избы. Не было затхлого запаха, не ощущалось сырости и прохлады. Наоборот, в доме было уютно и тепло. И пахло... пирогами? Это меня сильно удивило. Ведь когда я смотрела снаружи на этот дом, отнюдь не создавалось впечатления, что тут кто-то проживает. А когда оказалась внутри, всё говорило о том, что это не так. Мне абсолютно не было страшно. Скорее, всё это просто удивляло. На комоде, к которому я подошла, стоял канделябр. С тремя свечами. Чиркнув зажигалкой, я зажгла их. В избе стало немного светлее. Провела по комоду рукой. На ладони осталась пыль. Следовательно, в доме действительно никто не обитал уже давно. Или же попросту у него нерадивые хозяева. Но этот уют и аромат выпечки, витающий в атмосфере помещения, ну никак не говорил о втором предположении. Я присела за стол и задумалась. Вообще, находилась в таком состоянии, будто спала. Настолько меня всё это заворожило. Спустя несколько минут, дверь в избу с грохотом открылась и вошла. Седая, старушка миниатюрной конструкции тела, в ситцевом тёмном платье и зелёном платке, продолжала идти по направлению к смежной комнате и, проходя мимо меня, произнесла. Что же ты, дочка, сидишь одна, скучаешь? О, если хочешь угостись пирогами, в печи стоят. Я ничего не сказала, а просто, застыв, сидела и смотрела. А когда она скрылась в другой комнате, лишь произнесла слабым голосом. Спасибо. И продолжала так сидеть, наверное, ещё минут пять. Затем, будто очнувшись от транса, на автомате подошла к печи и увидела там... Ничего я там не увидела, только пустой глиняный сосуд, наполовину расколовшийся. Быстро развернувшись и выйдя в ту комнату, где скрылась старушка, чтобы спросить у неё, для чего так шутить, я не увидела в комнате абсолютно никого. Что за игры? Под кровать я, правда, заглядывать не стала. Не думаю, что она в том возрасте, чтобы прятаться. Да и зачем? Выйди из комнаты заметила, возле печи шевеления. Но так как помещение было плохо освещено, то я не могла хорошенько разглядеть то, что является источником движения. Подойдя поближе, я тут же прыжком отпрянула назад. На меня смотрело какое-то мохнатое чудо-юдо. В виде чёрного комочка с глазками и бусинками изумрудного цвета. Ни кот, ни собака, ни крыса. Но нет таких тварей. Не знаю, сколько мы вот так вот изучали друг друга, как приросшие к полу от неожиданности. Но тут это чихнуло. Ну, по крайней мере, мне так показалось. И юркнуло в ту же комнату, из которой я вышла. На этот раз моих нервов не хватило, и я быстро выскочила из избы и побежала прямиком к дому бабушки. Зайдя в дом, я, раздевшись, легла спать. Только какой к чёрту сон? Он не шёл ни в один глаз. Так я, ворочаясь и думая, пролежала, наверное, около трёх часов. И только немного успокоившись, смогла заснуть, приняв перед этим бабушкиной настойки. Утром, еле открыв глаза, я прошествовала к умывальнику, а потом на кухню. Бабушка уже накрывала на стол. Сев за него, сразу начала повествовать ей о том, что случилось ночью. Она слушала меня внимательно, не перебивая. А когда я закончила, сказала, «Точного объяснения тебе дать не смогу. Единственное, что скажу, та старушка, которая жила в том доме, умерла годы назад. Были у неё какие-то способности. Знали, что могла она лечить людей. Делала различные отвары, примочки, но людям не вредила. Только помогала по мере своих знаний и возможностей. Но вот умерла она тяжело, и никому не позволяла к себе подходить. Перед тем, как почувствовала себя плохо, написала записку со словами о том, что когда она будет умирать, никто к ней не смел подходить. Спустя три дня после этого она умерла. Похоронили её на кладбище, что за деревней в лесу находится. Но то, что с домом что-то неладное творится, заметили и деревенские жители. Однажды так же, как и ты, ночью, в дом зашёл один сельчянин, дабы чем-нибудь оставшимся, без присмотра поживиться. И так же быстро оттуда вылетел со словами «Больше моего духа здесь не будет!» После того заик и стал. Ему сначала не верили, но позже таким же образом ночью посетили дом двое других мужиков. После этого визита они также обходят этот дом стороной. И все они утверждали, и все они утверждали, что в доме чувствуется уют и аромат выпечки. Что видели и старуху, и чёрный комочек. Но днём заходят в избу. Видишь лишь пыльные предметы и ощущаешь запах сырости. И весь вид изнутри какой-то заброшенный. Чего ночью не скажешь. После этих всех событий люди решили больше не ходить в избу, а обходить стороной её. Пусть со временем сама сядет, да сгниёт. А там и развалится. Конечно бабушка меня пожурила. Что тоже лезу из-за своего любопытства куда не следует. Послышав её ещё немножко, я всё же снова решила прогуляться до этого дома. И посмотреть на его вид изнутри днём. Бабуле я ничего не сказала. И пошла в сторону окраины посёлка. Оказавшись рядом с домом, мне немного потопталась возле калитки. А затем решительно шагнула во двор. Всё тот же скрип оповестил дом, что его в очередной раз решили навестить. Пройдя двор и зайдя в дом, я действительно обнаружила. То, что ранее рассказала бабуля. Ничем не примечательная изба. Везде пыль. Причём не такая, как ночью. А более плотная, что ли. Всё постаревшее. Никакого аромата выпечки. А только спёртый воздух. Обойдя основу помещение, я ничего нового не обнаружила. И странного тоже. Заброшенный дом. Как заброшенный дом. Выйдя на улицу и дойдя до дороги, я ещё раз обернулась, чтобы посмотреть в последний раз на избу. Странную. И чем-то манящую своей необъятной таинственностью. Когда мой взгляд упал на окно, которое вверху было разбито, я увидела в нём всё ту же пожилую, седую старушку в зелёном платке. Её взгляде не было ни злобы, ни укура, а лишь какая-то давняя своя печаль. Я зажмурилась от неожиданности и снова открыла глаза. В окне уже никого не было. Встряхнув головой, я пошла к дому своей бабушке, попутно убеждая себя, что это мне лишь показалось. Бабушке я ничего не сказала. Было это в конце 80-х прошлого века. С тех пор прошло очень много лет. А я до сих пор помню тот дом и его печальную старушку.